Густав Майринг – австрийский писатель-экспрессионист, драматург, переводчик и банкир. Всемирную славу ему принес роман «Голем», который стал одним из первых бестселлеров XX века. Майринг на ряду с Кавкой и Перуцем сделал знаменитую пражскую литературную школу «Биография. Детство». Густав Майринг был незаконнорожденным сыном государственного министра Карла Варнбюлера фон Хеммингена и актрисы Марии Вильгельмина Дильхайтмайер. Уга Хупперт, автор статьи о писателе в литературной энциклопедии 1929-1939 годов, писал, что Майринг родился в еврейской буржуазной семье. В 1919 году, когда Майринг уже стал известным писателем, Варнбюлеры предложили ему принять семейную фамилию, однако Густав вежливо отказался. Примечательно, что в тот же день, но на 60 лет раньше родился другой автор-мистик, американец Эдгара Ланпа. Роль Майринка в австрийской литературе похожа на роль Пава в американской литературе. Поскольку его мать была актрисой и много путешествовала с театром, детство и юность Майринка прошли в постоянных разъездах. Он учился в гимназиях, поочередно в Мюнхене, Гамбурге и Праге. Литература веда и биографа Майринка считает, что мать писателя относилась к сыну довольно холодно и мальчик в детстве был лишен материнского тепла. Некоторые полагают, что именно поэтому писателю так удавались поздние вампирические и демонические женские персонажи и довольно плоскими выходили положительные фигуры. В 1883 начался пражский период жизни и творчества писателя. Прага в Праге Майринг учился в торговой академии, после окончания которой стал банкиром. Майринг прожил в Праге 20 лет и много раз изображал этот город в своих работах. Прага не только является фоном для произведений, но и герой в романах «Голем» и «Вальпургиева ночь», а также играет важную роль в самой важной части романа «Ангел западного окна». Ее отчетливо видно за несколько абстрактной архитектурой в романе «Белый доминиканец». Там же, в Праге, с Майрингом произошло событие, которое сыграло важную роль в его жизни. О нем он написал в автобиографическом рассказе «Лоцман», опубликованном уже посмертно. 1892 Когда ему было 24 года, Майринг, переживавший глубокий духовный кризис, решил наложить на себя руки. Он уже стоял на столе с пистолетом в руке и собирался расстаться с жизнью. Что-то зашуршало под дверью и он увидел, как в щель ему просунули тонкую брошюрку под странным названием «Жизнь после смерти». Это произвело на него такое сильное впечатление, что он резко изменил свое намерение. Мистическое совпадение во многом повлияло на всю его дальнейшую судьбу. После этого Майринг погрузился в изучение теософии, капуалы, мистических учений Востока. До самой своей смерти Майринг занимался йогой, которая помогала ему легче переживать сильную боль в позвоночнике. Результаты этих исследований проявляются в работах Майринга, в которых практически всегда присутствуют оккультные традиции. Однако следует отметить, Майринг оставался дилетантом в мистике. Гершом Шолем, эксперт в иудейской мистике, сказал, что работы Майринга основаны на поверхностных источниках и не имеют связи с настоящими традициями. В 1889 году вместе с племянником поэта Кристиана Моргенштерна Майринг основал торговый банк под названием «Майер Моргенштерн», который некоторое время функционировал довольно успешно. Занимаясь банкирской деятельностью не очень усердно, Майринг вел в Праге великосветскую жизнь. Однажды он даже дрался на дуэли с каким-то офицером из-за неуместного и оскорбительного намека на незаконнорожденность. В том же, важном для него 1892 году Майринг женился на едвиге Марии Цертли, но довольно быстро разочаровался в этом браке и не разводился до 1905 года. Из-за упорства супруги и некоторых юридических деталей, в 1902 году на Майринг в Пражскую полицию поступило клеветническое обвинение в использовании спиритизма и колдовства в банкирской деятельности. Он был взят под стражу и находился в тюрьме два с половиной месяца. Несмотря на конечную доказанность его невиновности, этот инцидент негативно сказался на всех его делах и он вынужден был оставить свое предприятие. Опыт пребывания в заключении пригодился ему при написании романа «Голем. Творчество ранней работы». С 1903 года Майринг начал публиковать короткие сатирические рассказы в журнале «Симплициссимус», подписываясь фамилией матери. Уже в них виден значительный интерес автора к мистицизму и восточным религиям. В это время Майринг тесно контактирует с пражской группой неоромантиков Акубином, Эртешнером, Эрлепином и О. Венером. Весной 1903 года вышла в свет первая книга Майринка «Горячий солдат» и другие рассказы. Примерно в то же время он переехал в Вену, и практически сразу публикуется его новый сборник рассказов «Орхидея. Странные истории». 8 мая 1905 года Майринг женился на Филомене Бэйренте, которую знал еще с 1896 года. С новой женой они часто путешествуют по Европе. В Вене Майринг издает сатирический журнал «Der Lieber Augustin», продолжая сотрудничать одновременно в пражском «Симплициссимусе». 16 июля 1906 года у него родилась дочь Фелицитас Сибила, а в 1908 году в Мюнхене сын Харро Фортунат. В том же 1908 году вышел в свет третий сборник рассказов «Восковые фигуры». Новую семью Майринг не мог прокормить лишь своими рассказами, а потому ему пришлось стать переводчиком, и, надо признать, он оказался довольно плодовитым на этом поприще. За пять лет ему удалось перевести на немецкий пять томов Чарльза Диккенса. Он продолжал переводить до самой своей смерти, включая различные оккультные тексты и даже книгу мертвых. В 1911 году Майринг с семьей переехал в маленький баварский городок Штарнберг, а в 1913 году в Мюнхене вышла его книга «Волшебный рок немецкого филистера», в которой были собраны лучшие рассказы из первых трех его сборников, а также несколько новых «Голем» и последующая известность. В 1915 году вышел в свет первый и самый известный роман Майринка «Голем». Основа сюжета романа «Легенда об иудейском раввине», который создал живое существо под названием «Голем из глины» и оживил его кауполийским заклятием, лишь составляет повод для названия, так как в романе упоминается мельком, хотя и сам «Голем» проявляется как мимолетное действующее лицо. Роман имел мировой успех, было напечатано беспрецедентно большое число экземпляров. Роман нашел отражение в кинематографе. Успех дебютного романа обеспечил популярность последующим работам писателя. Через год публикуется новый роман «Зеленый лик» и сборник рассказов «Летучие мыши», а еще через год роман «Вальпургиева ночь». Позднее творчество и спад популярности к 1920 году финансовые дела Майринка существенно поправились и он смог купить виллу в Штарнберге. Вскоре виллу стали называть «Домом у последнего фонаря» по названию «Дома в Големе». Здесь Майринг вместе со своей семьей прожил следующие восемь лет и написал еще два романа «Белый доминиканец» и «Ангел западного окна». Оба произведения остались почти незамеченными современниками, интерес они вызвали только в середине века. Впоследствии «Ангел западного окна» признавался некоторыми критиками, как наиболее удачный роман после «Голема» Н.Б. Веселовская автор статьи о писателе в краткой литературной энциклопедии писала, что в 1927 году Майринг перешел в буддизм. Смерть зимой 1932 года сын Майринка Фортунат, катаясь на лыжах, получил тяжелую травму позвоночника, приковавшую его к инвалидному креслу на всю оставшуюся жизнь. Фортунат не смог смириться с этим и покончил с собой 12 июня 1932 года в возрасте 24 лет, то есть в том же возрасте, в каком попытку самоубийства предпринимал его отец. Майринг отец пережил своего сына только на полгода. Он скончался 4 декабря 1932 года в Баварском Штарнберге и был похоронен рядом с могилой сына на Штарнбергском кладбище. Сочинения романа «Голем», «Зеленый лик», «Вальпургий во ночь», «Белый доминиканец», «Ангел западного окна», сборники рассказов «Горячий солдат», «Орхидея», «Странные истории», «Кабинет восковых фигур», «Волшебный рок» немецкого обывателя, «Лиловая смерть» и другие рассказы, воздействие на творчество. Фатима Риза Заде полагала, что в творчестве Майринка очень ярко проступало влияние ФМ Достоевского. Юй Архипов писал, что одним из идейных источников магических построений Майринка была философия Мартина Бубера, произведения Майринка в России. В России первые переводы произведений Майринка вышли в 1920-1921 годах. Как и другие писатели-экспрессионисты, Майринк был негласно запрещен в СССР, начиная с 1989 года. В различных изданиях публикуются сначала нейтральные рассказы писателя, а затем и более типичная для Майринка мистическая проза. Были изданы его романы «Голем» и «Вальпургива ночь», а также несколько рассказов. На сегодняшний день на русский язык переведена большая часть произведений автора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова